здравствуйте дорогие мои зрители приветствую вас на своем канале сегодня я забрела на чулево гординную фабрику это не реклама это место где я всегда покупала тюль когда жила в центре города последние годы я позабыла об этом месте а сейчас пришло время выбрать мне опять шторки и тюль и я проезжала мимо вспомнила и зашла полюбоваться на материалы хочу сказать что задача это не из простых выбрать не имея в руках кусочка обоев например или своего покрывала отстриженного заранее непродуманную и я просто погибла утонула закопалась в этих тканях мне все очень нравится я хочу все и учитывая что здесь очень-очень низкие цены я решила прям по выбирать что мне нравится но на самом деле начинаешь пересчитывать и самые дешевые шторки на окно выходят 4000 рублей без тесьмы и работы вот можно взять конечно тюль и повесить только тюль дешевле будет в общем глаза разбегаются сразу же решила с вами поделиться в начале я вообще увидела лабрикен уже сшитый тут же поняла как его сшить пофантазировала о том что я могу раскроить и сшить сама но мои фантазии во время заземлились и я оставил эту мысль а тут посмотрите какие современные есть штуки называются магниты теперь не нужно сверлить в стенке дырку чтобы прихватить шторы магниты очень сильные на тоненькой прозрачной леске и можно прикрепить их выше или ниже и подобрать сколько угодно а теперь заметьте я зашла в кафешку и все-таки взяла шашлык мне очень хотелось его в тот день когда мы были за городом но почему-то я там в кафе заказала не шашлык и сегодня я радуюсь я одна приехала к садику пораньше на целый час раньше и сейчас я съем этот шашлык я съела шашлык в каком-то подозрительном кафе у нас жарище и я иду в садик слушайте вот этот магазин штор короче меня так воодушевил у меня такое творчество включилась какая-то творческая жилка я даже подумала что я могу шить сейчас начать но это конечно фантазии вот в результате я купила короче штору в нашу спальню позвонила мужу пока выбирала он весь наругался короче зачем ты сюда что-то покупаешь мы сейчас съезжаем бла-бла-бла ну короче говоря мне кажется что надо купить штор и привести в порядок окна но сейчас может это будут жить мальчики а может быть потом будут жить не мальчики что же квартиру вот так вот сдавать в недоделанном виде мы же смотрим фотографии когда выбираем квартиру тоже упакованную все правильно мы же не смотрим окна без штор голые не смотрим короче хочется подороже выбрала самые дешевые еще продавщица услышала мой разговор и поняла что говорит вы что в съемную квартиру я говорю нет мы хотим сдать вот 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 для вас вариант и мне очень дешево нашла вот короче за 2000 там 1900 еще с вот этой вот магнитной клипсы которую я на видео там показала посмотрите кто не понял теперь можно не бить дырки в стенах чтобы подобрать шторку по бокам окошечка а можно магнитный клипсы прихватить прихватить и супер будет вот ладно я дошла до садика в этом садик буду заходить я себя вот испугалась воспитательница что я снимаю детей короче говоря покажу потом эти шторы покажу пойдем данечку искать вон воспитательницу вижу уже вот мальчик где мальчик чик ты где вот он мальчик хорош хороший мальчик не жарко двое штанов жарко но она убежала беги за ней ай-яй-яй девочки я короче просто икона стиля смотрите у меня сережки натуральные камуфляжная курточка просто так жарко что я сейчас влетела домой отправила детей схватила другую куртку я забыла помаду у меня стертая помада я сунула ключи и в другой карман телефон обычно меня полный карманы вещей к моей камуфляжность сумочки хотят курточки прилагается вот такая сумочка потому что всему есть объяснение тот рюкзак черненький который я покупала зимой короче туда рука влезает очень больно я касаюсь этих у всяких молний и вообще какой-то узкий неудобный рюкзак вот у мои знакомые тут на парнасе очень удобный рюкзак короче поэтому я схватила сегодня эту сумочку чтобы мне не мучиться не так уж много вещей мне надо документик какой-то и бутылочка воды вот а на ногах вы сейчас обхохочетесь короче у меня платье юбка сейчас покажу и у меня на ногах короче говоря кроссовки серые серые кроссовки темно-коричневые колготки синее платье камуфляжная куртка и фиолетовая сумочка это питер детка ну в общем у меня есть стильное черное пальто и всякие задумки но мне их некогда реализовать сейчас покажу как я выгляжу обалдеть вот так я выгляжу но ничего а кто-то подумает что это модно может быть не каждый же имеет свой вкус и не каждый подумает ой какая безвкусица я-то знаю что это безвкусица но ничего страшного правда ведь меня же пустят на урок я разденусь и буду всего лишь в одном очень элегантном платьице очень элегантном платьице и все нам не только колготочки и платьице а это все останется в прихожей все пойду поучу детей это вам поржать и волосы элегантно уложены я такая довольная с подарками после урока тоже дома все вам покажу наверное в общем халатик данечке как показать вот халатик такой крутой потом на данечке покажу то есть вы тут играли час да и не ходили к мультикам молодец ты прибираешь века ты не разбирай дом слышишь он сейчас устроит не трогай данин дом убирай кусочки вот смотри вот кусочек вот дом не трогай так сейчас у нас будет курочка засыпала цветной капустой и петрушечкой а вот вам в качестве ликбеза как у нас теперь может пойматься в ловушку какая-нибудь бабушка или дедушка документ сделайте скриншот если вам интересно выглядит как документ но это не документ это реклама конкретно реклама компании аршин вот она телефон чтобы вызвать человека на поверку счетчика такая вот понятие такое поверь понятие появилась не проверка а поверка и пишут о том что вот диспетчер вот такой вот печать интересно ставят это не печать у нее нет оттиска как сказал тема но это не мое наблюдение мое наблюдение что здесь нет исходных данных по владельцу квартиры по нашей организации главстрой эксплуатации главстрой спб как-то сказать управляющая компания нашего дома нету и здесь такие вот угрожалки как будет рассчитываться теперь вода с повышающим коэффициентом но вот так вот номера счетчиков не указаны ничего личного так сказать просто звоните срочно вызывайте эти поверки они тоже стоят где-то около тысячи там вроде бы за счетчик или за два счетчика в общем в нашей квартире 6 счетчиков так что они нас пугают чтобы мы их вызвали но мы знаем что у нас вышли ну не из строя вышли по времени из эксплуатации счетчики горячей холодной воды в нашем нашей квартире их 6 мы их купили папа их поставит сам а потом мы уже вызовем человека собственно когда я начала искать где же мне вызвать человека который зафиксирует смену счетчика я и поняла что здесь этого телефона нету вот такая теперь реклама не красивая а черно-белая чтобы все поверили что это как будто бы какая-то квитанция не поймайтесь в ловушку никаких мультиков я нашла для теменного окна рулонные шторы объявлению какое-то производство закрывается и я планирую купить у них остатки для этого мне нужно очень точно измерить раму мне прислали инструкцию и я пытаюсь это сделать ну что дорогие мои друзья в этом видео будет немножечко мотивации сегодня дома никого не было никто не кушал не пачкал поэтому более-менее наш дом сохранен и вы видите какой простой ужин я придумала приготовить папа утром принес незамороженные кусочки курочки голень и я насыпала цветную капусту замороженную в сковородку и это все очень быстро приготовилась хочу сказать что в подложке выглядело как будто бы 8 голеней но на самом деле три было таких маленьких что дети съели на две один ребенок и одну маленькую одну большую второй ребенок в общем до 3 ребенок вообще огромную съел просто то что в подложку кладут по черенкам папа посчитал что их 8 это неправда это совершенно не объем 8 ножек так что съелась все за один ужин эта упаковка и осталась одна ножка на на завтрак кому-нибудь вот поэтому мой быстро ужин тут готовится дети бегают я пытаюсь помыть какие-то чашки у нас образовались все таки